МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если личное время не находится в календаре, вот ее не будет. Работа просто занимает все. И там, допустим, присутствие на спектакле театра для своей точки, где она выступает в главной роли, наверное, имеет такое же значение, как совет директоров. Поэтому это имеет свое место в своем календаре. Второй такой очень важный элемент, это уже немножко дальше, чем планирование, это приоритизация. Надо и в работе понимать, и в личной жизни, что ты должна делать сама, а что ты можешь или должна делегировать своим членам команды. И опять же, команда есть на работе, и это всем очевидно, и всем известно, но команда есть и дома. У меня очень мало времени, но я время трачу на 100% именно теми вещами, которые мне реально важны. А вещи, как готовить, гладить, убирать, я делегирую. Да, и таким образом получается и совмещать достаточно тяжелую карьеру с ролью мамы, с ролью жены, потому что я делаю упор на самые главные вещи. У меня есть амбициозные цели. Я, наверное, хочу показать своим точкам, что женщине могут все. Это очень амбициозная цель, и что при этом можно быть счастливым. Мне кажется, это безумно амбициозная цель, очень сложная, но я пока к ней приближаюсь. Мы не хотели бы себя попробовать в политике. Нет, не хочу. Не хочу. Я думаю, у вас получилось. Я просто вспомнил про Ангелу Меркель, а я почему-то подумал, что почему бы Агната Виттера не могла бы стать премьер-министром Австрии. Во-первых, чтобы стать премьер-министром Австрии, надо там жить и развивать свои связи. Во-вторых, у меня папа был политиком, ну, местного уровня, и я жила в семье политиков. И это не очень веселая жизнь. Это жизнь, где все на тебя смотрят, где любая ошибка прекращается, скандал, и я такого не хочу ни для себя, ни для своей семьи. Кажется, вот это для семьи очень тяжело. Да, это публичность. Публичность, да. Есть публичность в бизнесе, но она все равно более соощущенная, чем публичность политическая. То есть, может быть, лет 10-20 назад еще было очень важно, чтобы руководитель имел такие, то, что мы называем зачастую, мужские чертва, сила, авторитет, да, что он всем сказал, что надо, да. Вот это было очень актуальным вот еще до достаточно недавнего времени. Сейчас в этом мире, где все очень быстро меняется, руководитель уже не может людям сказать, что они должны делать, а он должен им обеспечить условия для того, чтобы они сами могли развивать эти новые идеи. И здесь нужно то, что мы называем зачастую женский характер, да. При этом это может быть у мужчин так же. Что это такое? Это умение найти компромиссы, послушать людей, склаживать отношения, эмоциональная интуиция. Вот все это надо, и поэтому мне кажется, что это нам всем надо, и мужчинам, и женщинам. И когда есть женщины в команде, они помогают встраивать эти элементы в культуру. Я считаю, что сейчас настало время женского лидерства и для женщин, и для мужчин. Этот факт, что я была отличницей, мне очень сильно помогло в своей жизни. Помогло таким образом, что это мне дало много стремления к тому, чтобы чему-то добываться в жизни, к тому, что делать все лучше. Но я больше и больше на это смотрю, наверное, с двух сторон. То есть, да, быть отличницей, всегда стремление к совершенству. Это очень здорово, это как внутренний двигатель. Но надо еще и понимать, что иногда это является ограничением. Потому что стремление к совершенству и страх ошибки очень близкий. Очень близкий. Отличницам не хочет облажаться, не хочет, чтобы публично что-то не получилось. Выглядит глупо, боюсь. Выглядит глупым. Вот это очень близко, и поэтому я в последнее время стараюсь иногда даже выключить свою отличницу и наоборот экспериментировать, идти на риск, на умирный. Потому что иногда это ограничивает. Особенно вот в текущем мире, где нет готовых ответов. Нам надо привыкнуть к тому, что мы живем в мире, где уже нет ответов на наши вопросы. Вот раньше они были, сейчас их нет. И вот в этом новом мире отличницам будет тяжелее. Иногда надо отказаться от этого. Балет — это мой любимый спорт. Это то, чем я очень много занималась в детстве, и то, что сильно влияло на развитие своего характера. Балерина — это человек, который тоже всегда стремляется к совершенству. Балерина — это человек, который не сдается. И балерина — это человек, который очень дисциплинирован. Вот где не существуют такие слова, как «я сегодня уставшая», «я сегодня не хочу», «мне это тяжело». То есть нам, балетным людям, сопрошены такие слова. И я думаю, что я до сих пор живу как-то по этим принципам. Поэтому я как-то мечтаю, что у меня на пенсии когда-нибудь я переезжаю, буду жить на море. Я уже вижу, что у меня будет квартир или дом с видом на море. И я вижу, что рядом у меня будет картинка Череповецкого металлургического завода в снегу. Я мечтаю о том, что я буду смотреть налево, и там Череповецкий металлургический завод, и этот инструальный аромантизм смотрю направо, и там море. Вот у меня такая пенсия. Слушайте, ну это... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...